Скорость, сила, выносливость и правильное ориентирование в местности. Все это демонстрируют на соревновании участники движения «Школа безопасности». Молодые ребята выполняют задания на время в лесном местности, которые требуют от них быстрого и точного выполнения. Молодые ребята, нацеленные в будущем помогать людям, проходят серьезную подготовку уже в школе. Они принимают участие в различных соревнованиях. Те, кому удалось хорошо проявить себя в региональном состязании, теперь борются за место на республиканском уровне. Разбили полосу препятствий, подготовили в пожарной части пожарную эстафету. Практически сегодня дети будут состязаться и определятся главные победители, которые могут представлять нашу республику уже на уровне Северного Кавказа. Участие принимают младшие и старшие группы из шести школ разных городов республики. Это члены кружков, юный спасатель, юный юрист, литературное краеведение, юный водник и другие. Деятельность клубов направлена на помощь в успешных выступлениях, на соревнованиях, где требуется высокий уровень подготовки и спортивных навыков. Те, которые дети занимались в кружках, для них нет проблемы. Они в любое время готовы прийти на помощь в любом экстремальном ситуации. Какая бы техногенная ситуация ни была, или какая бы экстремальная, они могут прийти. Ученики с большим энтузиазмом следуют к своей мечте. Они уже не просто новички. Каждый из них участвует в подобных соревнованиях, неоднократно добиваясь первых мест. Участвую третий год, это очень интересно, энергично, полосу препятствий проходить, это очень-очень весело. Но сперва волнуешься, но есть волнение, а потом все это проходит, и все, ты ничего не замечаешь, и как будто твоя цель пройти эту полосу препятствий. Я захотела участвовать, потому что тут очень интересно, меня тут подруга записала, сказала, что тренер, что я очень хочу участвовать. В списке приглашенных представители пожарной части и спасательный отряд «Тарко». Для организаторов МЧС России важно привлечение молодежи к службе на благо общества и формированию патриотизма. Проходят этапы участники на разной местности, сначала в лесной, а дальше на водной. Так, суммируя все баллы, будут объявлены победители. МЧС России – организатор соревнований Школы безопасности совместно с Министерством образования. Всю экипировку, все, что им нужно для соревнований, предоставило МЧС России. Спасатели готовы прыгать через любые преграды, броситься в огонь и в воду. Все ради того, чтобы быть там, где нужна помощь. Их смелость и решимость – как маяк, освещающий путь к спасению. А развитие этого направления помогает сформировать культуру безопасности в ингушском обществе. Подготавливает молодых ребят к правильным действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Далила Вельхиева, Алисхан Горовожев, Магаз 24.